Сегодня день славянской письменности и культуры. В старообряческой общине Бендер к этому празднику презентовали каталог-альбом с описанием древних книг из музейной коллекции бендерских старообрядцев. Ирина Руснак с подробностями. На страницах книги о книгах. Это про новые издания от старообрядческой общины Бендер. Каталог-альбом, в котором авторы собрали описание порядка 40 древних книг. Это рукописи и печатные издания на кириллице середины XVI по XX век. Вот, например, у нас здесь научное описание апостола. Это издание Московского печатного двора 1621 год. И здесь мы вот как раз такой разворот с гравюрой Евангелиста Луки приводим. И чем интересен этот экземпляр апостола, тем, что он на своих на полях страниц имеет полистную запись, так называемую царскую. Рукописи и древние книги из каталога альбома хранятся в Бендерах, в музее старообрядческой общины. В каталоге отображена только малая часть книжной коллекции. Всего собрано более 400 редких экземпляров книг. Стояла такая задача перед авторским коллективом создать такой каталог, который был бы интересен для массового читателя, но при этом не потерял своей актуальности и для исследователя. Поэтому вошли книги, именно характеризующие в целом наше собрание. Работа над каталогом шла почти год. Авторы консультировались с коллегами из России. Напечатать издание смогли на деньги президентского гранта. На эти же средства ровно год назад при старообрядческом храме открыли музей «Древнерусская книжница». Каталог альбом издали к первой годовщине музея. Я хочу поблагодарить, в первую очередь, как бандерчанин, как житель города за тот бесценный труд, за ту вашу работу по сохранению не только культурного, но и духовного наследия. И не только жителей нашей страны, но и всего славянского народа. Так получилось, что нашлись люди, которые готовы очень бережно, деликатно и увлеченно одновременно провести эту важнейшую работу по сопряжению духовных ценностей и современных научных подходов. Сегодня на презентации старообрядческая община Бендер подписала договор на реализацию еще одного проекта, тоже на грант от президента. Будут реставрировать старинные иконы. Среди них есть и уникальные. А с каталогом альбомов о древних церковных книгах все желающие скоро смогут ознакомиться на Приднестровском историческом портале. Ирина Руснака, Игорь Мацота, ТСВ.